Первым делом я беру куриное филе и нарезаю на довольно-таки крупные кубики. Вместо курицы можно, например, использовать индейку. Также получается очень вкусно. Ну а потом порезанную курятину отправляю на раскаленную сковороду и обжариваю до золотистого цвета. Ну а пока курица обжаривается, нарежем 2 головки репчатого лука на тонкие полукольца. Вообще в это блюдо добавляйте максимально много лука, потому что именно в этом луковом соусе и будет весь вкус. После того, как мясо обжарилось, добавляем репчатый лук и немного солим, чтобы он побыстрее осел. И максимально его ужариваем. В конце добавляю черный молотый перец, соль, столовую ложку с горкой томатной пасты. И 2 столовые ложки сметаны. Прогреваю томатную пасту со сметаной примерно 3-4 минуты и наливаю буквально 200 миллилитров воды. Накрываю сверху крышкой и тушу на протяжении 20 минут. Ну а пока курица готовится, приготовим гарнир. В сотейник высыпаем 1 стакан промытого риса и добавляем воду из расчета 1 к 1. Также добавляю чайную ложку соли, немного перемешиваю, накрываю крышкой и готовлю рис, пока он полностью не впитает воду. Ну а потом еще раз все перемешиваю, добавляю брусочек сливочного масла, накрываю крышкой и выключаю огонь. Закутываю сотейник в полотенце и даю рису настояться. Ну а тем временем курица в луковом соусе приготовилась, загустела и ее можно подавать к столу. Ну что друзья, сегодня мы приготовили очень быстрый и вкусный ужин на всю семью. А времени для приготовления такого ужина я затратил не больше часа. Курочка в таком соусе получается очень нежная, вкусная и максимально сочная. Так что друзья, готовьте с удовольствием на своей кухне и у вас все обязательно получится. Это очень вкусно!